Бобруйская синагога – центр притяжения для туристов. Быть в городе на Березине и пройти мимо духовной обители – табу. В стенах, зияющих сильной энергетикой под три десятка гостей, внемлют каждому слову, проникаются истории уникального места. На долгую память – приятные сувениры после экскурсии на еврейский дворик. Здесь каждый оставляет сокровенную частичку себя. Желание из глубины души, написанное на бумаге, находит своё место в стене плача. Очень интересная идея, потому что вдохновляет на то, что какое-то желание наше обязательно сбудется и попадёт в Иерусалим. Очень интересно, что здесь традиции тесно сплетаются с современностью. Старые здания используются как место посещения для туристов. От прошлого к настоящему. В просторном зале после наглядного знакомства с достижениями бобруйских предприятий всё внимание на экран. Инвестиции, инновации, перспективы. Конференция приковывает внимание гостей. Спикеры в деталях транслируют всё о жизни города. В топе вопросов – поддержка экспорта и импорта. Перспективы государственно-частного партнёрства для привлечения инвестиций – потенциал для развития. Свою оценку даёт и почётный гость. То, что мы видели сейчас на презентации, то, что мы были вчера и сегодня, я вижу, что большой потенциал есть в городе Бобруск в плане инвестиций и в плане производства. И я всегда, когда мы дипломаты разговариваем друг с другом, я говорю, что производство в Беларуси превращает количество людей. Значит, больше производства, чем людей, получается. Это молодцы. И вы очень трудно и упорно работаете, и стараетесь. Это видно. И поэтому всех похвал. По программе «Максимум» далее делегация направляется на завод тракторных деталей и агрегатов. Проследить этапы производства продукции, которая используется и в каждом уголке нашей страны и далеко за пределами Беларуси, дорогого стоит. Не проходит мимо и фирменного магазина. Ассортимент впечатляет. Не покривлю душой, если скажу, что в России, наверное, нет села, нет города, в котором бы маленькая трудяга «Трактор Беларусь» не выполняла кучу самой огромной, важной, нужной людям работы. Побывать сегодня на заводе тракторных деталей и агрегатов было очень интересно. Мы смогли воочию убедиться в качестве и доступности продукции. Ешь не хочу. Традиционный маршрут ведёт гостей Бобруйска к порогу красного пищевика. На сладком рум-туре по крупному заводу до любимых лакомств рукой подать. Делегация срывает куш. Дегустируют наисвежайший воздушный зефир. Кому-то даже выпадает шанс познать ароматные тонкости приготовления в деле. Впервые довелось попробовать зефир прямо с лентой, свежей, приготовленной. Это абсолютно ничем не сравнимый вкус. Вкус детства. Свежий, сделанный с любовью. Также я попробовала сделать его сама. Нельзя сказать, что это так просто получается, как мы видим у работниц. Бобруйский я ем постоянно зефир. Мне кажется, его ни с чем невозможно сравнить, потому что он сделан из натуральных компонентов. Любое новое знакомство – это потенциальные возможности. Возможность с точки зрения поставки продукции, возможности с точки зрения поставки сырья. Мы активно развиваем свою собственную сеть. Поэтому любая делегация, даже на уровне правительства или на уровне муниципальных округов России – это возможность зацепиться и для себя, возможно, открыть какую-то новую нишу. Новые помещения, новые торговые центры, интерес бизнеса, в том числе российского, к нашей продукции, к нашей франшизе. Финал вкусной истории. В логистическом центре сладкого предприятия голова кружится и от масштабов, и от витающего аромата. От пола до потолка в семь ярусов величественно возвышаются фирменные коробки с лакомствами. И пока всеми любимая продукция ждёт свой черёд на отправку, делегация «Венка Дружбы» продолжает купаться в гостеприимных объятиях Бобруйска. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360.